Христос рождается! Славим Его! 7 января в одесских храмах проходили рождественские богослужения. Рождество Христово – один из самых главных праздников православных христиан. Традиционно в этот день наши земляки принимают участие в праздничной молитве во славу Спасителя, благодарят Всевышнего и просят благополучия и здоровья для родных и близких. Проводивший службу в Спасопреображенском соборе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в своем обращении к прихожанам напомнил о том испытании, через которое уже третий год проходят люди всего мира. Владыка убежден – из нынешней ситуации мы выходим сильнее и чище духовно. Господь послал нам для испытания нашей веры, страшную болезнь, которая охватила весь мир и пандемия. И мы в сложных условиях совершали свои молитвы ежедневно в храмах Божьих и святых и по онлайну, когда невозможно было находиться дома. Но Господь испытывал нас на верность для того, чтобы мы стали чище и добрее, чтобы мы опокаялись в своих грехах, недостойных жизни, проступках и осознали, что без Господа мы не можем. От Него исправляются наши человеческие стопы и жизнь в наших руках Божьих. Многолюдно в этот день и в других православных храмах города. Традиционно повелось так, что Рождество – семейный праздник. Люди несколькими поколениями собираются за праздничным столом, читают молитву и приступают к освященной трапезе. Любопытно, что и на праздничное богослужение также ходят с целыми семьями. От мала до велика, отмечает почетный гражданин города Одесса, инициатор создания первого студенческого храма в Украине Сергей Кивалов. Сегодня и моя супруга Наталья Николаевна, и дочь Татьяна, и внуки, и все, вся семья сегодня находится в храме. И мы молимся за наш город, за нашу страну, за всех православных. Это хорошая традиция. Я очень рад, что сегодня, допустим, в храме святой мученицы Татьяны много очень детей. Детей, которые приходят, причащаются, молятся. И мы их учим этого. Это настоящая радость. В храм святой мученицы Татьяны одесситы на рождественскую службу приходят с самого утра. Настоятель храма, секретарь Одесской епархии Протеерей Евгений Гутьяр, уверен, что свет рождественской звезды поможет людям преодолеть ту мглу, которая постепенно захватывает нашу реальность. Христос, Спаситель, Бог становится человеком. Небеса радуются, и земля веселится. И вот сегодняшний день, день Рождества Христова, это и есть праздник вот этого совокупного веселья неба спасающего и земли спасаемой. Рождество Христова – это праздник, который не то что приносит, а возвращает свет нам, людям. Людям, которые в этом мире очень часто живут во мгле, очень часто живут в темноте греха, страстей, слабости. А вот Бог, приходящий сегодня на землю, Он вновь возвращает нам этот божественный свет. Нам помощь нужна, нам нужна молитва, нам нужна защита. И мы радостно приходим и просим Его, и сами стараемся что-то сделать для Него. И то, что мы приходим на эту молитву, это великая благость, чтобы нам всем спастись. С Рождеством вас. Пусть Господь во всем вам помогает. А это рождественская литургия в одном из самых молодых храмов Одессы – храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Эта церковь – неотъемлемая составляющая международной академической школы Одесса. Жители со всего города, а также ученики школы будущего, как ее называют одесситы, пришли на праздничную службу со своими родителями. Образовательный комплекс воспитывает всесторонне развитых личностей. Именно таким это учреждение видел его основатель, президент международной академической школы Сергей Кивалов. Я посмотрел в храме, где находится международная академическая школа, в храме Иоанна Богослова, тоже много детей. Ученики приводят своих родителей в храм. Это, наверное, очень важные моменты такие в жизни. Знаете, я думаю, что у нас все будет хорошо. Я уверен, что в нашей стране, в нашем обществе наладится, и мы будем жить в процветающем государстве. И надеюсь, что наши дети, наши внуки будут достойными представителями нашего общества. Мы же построили и строим это именно для одесситов. Я очень рад, что храмы, которые мы строим, они заполнены, что они востребованы. Я думаю, что этот храм полюбился уже многим. Скажу одно, что великое множество и детей, и людей уже с любовью в своем сердце посещает стены этого храма. На постоянной основе у нас во все воскресные, праздничные дни проходит богослужение. Это не может не радовать, потому что то детище, которое было создано ради православной Одессы, трудами и стараниями Сергея Васильевича, оно нашло отклик в сердцах людей. Люди тянутся к этому месту. Мои дети ходят в приходскую школу при этом храме, и я вижу динамику. Они, во-первых, приходят сюда с удовольствием, и я вижу вот это духовное развитие. Я покупаю книжки, перед сном им читаю, и приходит все в образ, какая-то мудрость, мягкость. У детей расширяется сознание, потому что там не только Слово Божие преподается, там преподается и логика, и пение. Ну, то есть для того, чтобы, для всестороннего развития личности. Я благодарю меценатов, учредителей Сергея Васильевича, что есть такие школы, и что дети имеют возможность в тепле, в уюте, в гармонии, всесторонне развиваться и превращаться действительно в личности. Огромная ему благодарность за храм Татьяны, за православную школу, за этот храм. Это так много, это просто бесценно и неописуемо ни с чем. Мы хорошо знаем, насколько за последние годы, в особенности, люди разделены. Насколько уходит традиция, когда в одном доме за одним столом собираются 20-30 человек, когда это три поколения. Храм – это 3-4 поколения. Очередной год от Рождества Христова был как для Украины, так и для всего мира непростым. Во время трудностей разного характера, экономических, политических, личных, люди всегда находили поддержку в общении с Богом, с представителями духовенства. Нужно помнить, все начинается с благополучия дома и в семье. Если в родном очаге – спокойствие и мир, то все вокруг будет восприниматься иначе, с положительной стороны. Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье была любовь, благополучие, удача и пусть нас хранит Господь. С Рождеством Христовым, дорогие одесситы!